привет друзья я очень рада видеть вас на своем канале меня зовут ксения и сегодня я буду вязать кардиган крючком вы уже смогли увидеть как он сидит на мне размер у этого кардигана 44 по 48 но для 44 этот размер будет оверсайз то есть он будет достаточно свободным у меня размер моей фигуры 46 так что вы сами можете оценить насколько он нам не оверсайз либо нет все узоры здесь связаны только крючком спицы я не использовала можете посмотреть узор косы он у меня только на полочках по рукавам я вязала обычные столбики с накидом и вот такой вот у меня шахматный узор идет по полочкам на манжетах рукавов и по низу для того чтобы связать этот кардиган мне понадобилось пряжа alize lana gold fine метраж этой пряжи 100 граммах 390 метров вязала я в одну нить крючком вязала я номер три вот такой у меня крючок обычный крючок с алиэкспресс если хотите себе такой же то ссылочку я для вас оставлю на магазин под видео состав пряжи половина шерсти 49 процентов и 51 процент акрила почему я эту пряжу выбрала да потому что она достаточно легкая воздушная и крутка у нитки не сильно она такая рыхлой я просто хотела добиться чтобы мой кардиган был мягким потому что здесь у меня узор косы и если выбрать пряжу немножко пожестче то косы будут группа смотреться я хотела чтобы они были мягкие в общем то результатом я довольна после стирки мой кардиган мягкий податливый он не сидит колом на фигуре также мне еще понадобится игла трикотажная у меня пони для того чтобы прятать кончики и еще про кончики я хотела вам сказать что вы у меня не заметите узелков так как их нет 6 мотков у меня ушло пряжи и соответственно эти мотки как-то нужно соединять между собой полотно у меня абсолютно однородное я кончики потом никуда не прятала как я соединяла пряжу вы можете посмотреть видео по подсказке соединяла я пряжу иглой для валяния способ довольно таки простой нетрудоемкий и результат очень даже хороший абсолютно незаметно соединение кончиков пряжи так теперь нужно мне вам рассказать сколько же петель я набирала набирала я именно на эту модель 216 петель у меня ровно половина петель идет на полочки это 108 петель и 108 петель у меня идет на спинку но вот здесь у меня получается полочки не доходят друг до друга у меня не предусмотрена застежка я имею ввиду какая-то пуговица булавка вы в принципе можете вот так вот соединить и здесь какой-нибудь красивой булавочкой его застегивать если вы так хотите можно его носить застегивая поясок на талии можно просто носить его свободным но никаких вот именно пуговиц по краю борта я не предусматривала и за счет того что узор косы немного стегивает полотно поэтому у меня полочки получились уже чем спинка они поэтому не доходят друг до друга но я такого эффекта хотела добиться он у меня и получился я вам также дам схему узора это уже будет дальше по видео там где мы начнем с вами его вязать и если вы хотите связать такой кардиган на размер 50 52 то вам именно вот из этой пряжи либо похожие пряжи с таким же метражом не обязательно что вы будете вязать из этой пряжи вам нужно будет набрать 272 петли делим пополам получается что на спинку будет 136 и на полочке 136 и также делим 136 пополам это на каждую полочку и тогда для 50 52 размера вы будете провязывать вот этот узор в таком же количестве петель как я провязываю для данного кардигана затем я буду провязывать 3 рапорта а вы тогда 4 рапорта дальше будет у вас 136 столбиков на спинке затем опять 4 рапорта уже на другой полочке и вот этот узор это все отличие в размерах все остальное уже дальше провязывается точно также как я посчитала вот это расстояние я уже дальше скажу вам когда я до него дойду по видео так что приступим к вязанию набираю 216 петель вот эту первую петельку я считать не буду и ее затягиваю теперь я делаю 2 воздушные петельки для подъема 1 2 делаю накид пропускаю 3 петельки четвертую я вставляю крючок вытягиваю петлю делаю накид провязываю 2 петли накид еще 2 петли я провязала столбик с одним накидом делаю накид и дальше в каждую воздушную петельку цепочки я провязываю по одному столбику с накидом следующий второй ряд я делаю 2 воздушные петельки для подъема разворачиваю делаю накид и провязываю выпуклый столбик следующий столбик предыдущего ряда я вставляю крючок между первым и вторым столбиком предыдущего ряда огибаю второй столбик и вывожу крючок на лицевую сторону после него захватываю пряжу вытягиваю делаю накид провязываю 2 петли накид еще 2 петли это выпуклый рельефный столбик с помощью таких я всегда вывязываю резинку если вы смотрите мои видео не в первый раз то вы знаете теперь я буду провязывать вогнутый столбик сделала накид и с обратной стороны я завожу крючок перед третьим столбиком предыдущего ряда то есть перед следующим огибаю его вывожу на обратную сторону захватываю пряжу протягиваю делаю накид провязываю 2 петли накид еще 2 петли это вогнутый столбик также он рельефный делаю накид и провязываю выпуклый рельефный столбик вот такой как я провязывала 1 огибаю следующий столбик с обратной стороны вывожу на лицевую сторону крючок захватываю пряжу провязываю 2 петли еще 2 петли и теперь вогнутый повторяю и вот таким образом я буду чередовать столбики до конца ряда то есть я буду провязывать выпуклый и вогнутый столбики в конце второго ряда я делаю накид и провязываю полустолбик с накидом в 3 воздушные петли которые у меня вот здесь провязаны я в верхнюю вставляю крючок вытягиваю петлю делаю накид и провязываю все 3 петельки на крючке делаю 2 воздушные петли начинаю третий ряд разворачиваю первым у меня провязан выпуклый столбик когда я смотрю на них с этой стороны я делаю накид и вот в этот выпуклый столбик провязываю вогнутый то есть завожу крючок перед ним огибаю его вывожу на обратную сторону захватываю пряжу накид провязываю 2 петли накид еще 2 петли следующий у меня вогнутый столбик я в него провязываю выпуклый то есть я их меняю местами получается делаю накид спереди я завожу за него крючок огибаю также спереди его вывожу захватываю пряжу 2 петли провязываю 2 петли и вот так я чередую я опять провязываю вогнутый и затем выпуклый так я чередую эти столбики до конца ряда следующий четвертый ряд я делаю 2 воздушные петельки для подъема разворачиваю и провязываю его точно так же как предыдущий здесь у меня вогнутый столбик значит я в него провязываю выпуклый следующий у меня идет выпуклый значит я в него провязываю вогнутый дальше опять у меня идет вогнутый вот этот в него провязываю выпуклый и следующий у меня идет выпуклый значит в него вогнутый так вижу до конца ряда и в конце вот таких вот рядов я провязываю полустолбик с накидом дальше следующий ряд 2 воздушные петельки для подъема и теперь я опять провязываю вот таким же узором также чередую выпуклые вогнутые столбики 1 у меня выпуклый значит я провяжу в него вогнутый затем после него у меня идет вогнутый значит я провяжу в него выпуклый но я не буду провязывать не весь ряд а всего лишь 9 столбиков и первые 2 воздушные петельки подъема это у меня как 10 столбик то есть сначала я провязываю вогнутый потому что у меня здесь был выпуклый и затем выпуклый провязала 2 еще провязываю всем дальше я буду вязать просто столбики с одним накидом делаю накид и в следующий столбик предыдущего ряда провязываю столбик с накидом уже не выпуклый не вогнутый а простые столбики с накидом я их буду вязать не довязывая до конца ряда последних 10 столбиков то есть вот здесь я отсчитаю 10 включая воздушные петельки 2 4 6 8 10 вот до этого места я буду провязывать столбики с накидом и теперь в конце ряда я опять провязываю такой же узор с выпуклыми столбиками делаю накид 1 у меня идет предыдущем ряду вогнутый провязываю в него выпуклый дальше следующий выпуклый я в него провязываю вогнутый и так вот я довязываю ряд до конца у меня получится таких рельефных столбиков 9 и последним я провязываю полустолбик с накидом вот в эти воздушные петельки если вы будете провязывать столбик с накидом то край будет растянутым поэтому нужно провязывать полустолбик с дальше я делаю 2 воздушных петельки для подъема разворачиваю и со следующего ряда я буду вязать основной узор на полочках сначала провяжу вот этот узор он у меня будет повторяться еще долго провязала 9 столбиков узора и теперь провязываю 2 столбика с одним накидом теперь я буду вывязывать косу делаю 3 накида на крючок и пропускаю 3 следующих столбика 1 2 3 затем в 4 я вставляю крючок вытягиваю петлю накид провязываю 2 петли накид еще 2 петли накид 2 петли накид и последних 2 петельки дальше делаю опять три накида делаю 3 потому что я пропустила 3 столбика если бы я пропустила 2 столбика я бы сделала 2 накида и так далее и в следующий столбик я провязываю выпуклый рельефный столбик завожу крючок перед следующим столбиком предыдущего ряда огибаю его вывожу на лицевую сторону делаю накид вытягиваю петлю и точно так же как предыдущий провязываю 1 2 3 4 то есть первый вот этот длинный у меня был не выпуклый обычный а этот у меня выпуклый и провязываю еще один такой столбик следующий столбик предыдущего ряда теперь опять делаю 3 накида и возвращаясь к пропущенным столбиком к первому из них это вот этот но а следующие три столбика я буду провязывать под вот этими провязанными то есть крючок я под ними вот так вот завожу и огибаю вот этот столбик с лицевой стороны вот так перекину вот эти провязанные столбики вперед чтобы вам было видно делаю накид вытягиваю петлю и точно так же провязываю выпуклый столбик 2 3 4 1 провязала делаю 5 3 накида и следующий пропущенный столбик это вот в этот я также огибаю его и провязываю выпуклый столбик 1 2 3 4 у меня получилось 2 выпуклых столбика в 2 пропущенных и еще раз делаю 3 накида но теперь я буду провязывать простой столбик не выпуклый у меня остался еще один пропущенный столбик я в него вставляю крючок тоже под вот этими столбиками не огибаю ничего просто верхние стеночки вот так вставляю вытягиваю петельку и провязываю простой столбик с тремя накидами это у меня один элемент косы дальше делаю также 3 накида и опять пропускаю три столбика предыдущего ряда следующий четвертый я опять просто в него вставляю крючок и провязываю столбик с тремя накидами такой я уже здесь провязывала два раза опять три накида на крючок и следующий столбик вот в этот я провязываю выпуклый столбик и еще один теперь мне нужно провязать вот такие же столбики как я провязывала здесь пропущенные вот в эти пропущенные я делаю также три накида но крючок я уже завожу не здесь а перед провязанными столбиками первые пропущены у меня вот этот я в него провязываю выпуклый огибаю захватываю пряжу и по очереди начинаю провязывать по две петли только делаю это уже перед первыми тремя провязанными столбиками еще один такой же провязываю и теперь я провязываю просто столбик с накидом вот в этот в 3 пропущенный в него вот так вставляю крючок вытягиваю петельку и провязываю столбик с тремя накидами простой не выпуклый и вот такая вот коса у меня получается дальше я провязываю два простых столбика с одним накидом и раппорт такой косы у меня будет составлять 14 столбиков самой косы вот такой сложной 12 плюс 2 вот этих столбика 14 теперь я повторяю вот эти все элементы вот этот вот этот и два столбика следующие 14 столбиков показывать на видео я это не буду я вам подробно показала здесь повторяю один раз 14 столбиков и еще один раз 14 столбиков то есть у меня получится три раппорта посмотрите вот такие вот у меня элементы получились три раппорта вот это первый второй и третий это я провязала одну полочку дальше у меня пойдут столбики спинки и мне их нужно провязать 108 штук это будут столбики с накидом то есть 108 столбиков с накидом вот эти два столбика после косы они у меня относятся к полочке то есть я их к 108 не прибавляю и теперь провязываю узор на второй полочке сначала провязываю два столбика с одним накидом и дальше я повторяю три раппорта косы провязываю три раппорта узора на второй полочке и теперь я довязываю в конце этого ряда вот этот вот шахматный узор провязываю вот в этот выпуклый столбик вогнутый с одним накидом дальше вогнутый провязываю выпуклый так я их чередую до конца и в конце провязываю полустолбик с одним накидом следующий ряд делаю две воздушные петельки разворачиваю провязываю 9 столбиков узора и после них два столбика с одним накидом простые дальше у меня идет коса я буду провязывать вогнутые столбики и простые столбики можете также ориентироваться на схему первых два столбика я провязываю вогнутыми накид я делаю 1 затем два простых столбика с одним накидом дальше я провязываю 4 вогнутых столбика далее опять два простых и опять два вогнутых столбика с одним накидом у меня теперь идут два простых столбика с одним накидом я также сюда в них провязываю такие же простые столбики с одним накидом и следующая коса у меня привязывается точно так же как и здесь два вогнутых два простых 4 вогнутых два простых столбика с одним накидом и два вогнутых то есть схема у меня повторяется я привяжу вот здесь таким образом затем два простых столбика и еще одна коса у меня точно так же будет провязана затем у меня пойдет уже спинка просто столбики с одним накидом вообще на спинке у меня будут только столбики с накидом то есть больше о них я упоминать вообще наверное не буду потому что смысла нет и затем у меня опять идет три косы и также их провяжу как на той полочке здесь у меня после косы два простых столбика с накидом затем узор чередующийся шахматный из 9 столбиков и в конце у меня полустолбик с одним накидом следующий ряд делаю 2 воздушные петельки разворачиваю провязываю 9 столбиков рельефных шахматным узором и дальше я столбики провязываю все по узору у меня идут сначала два столбика с одним накидом простые затем у меня коса и два выпуклые я их также провязываю выпуклыми затем у меня идут два простых я их также провязываю два простых столбика с одним накидом и вот здесь у меня идут четыре выпуклых я их точно также провязываю выпуклыми рельефными столбиками с одним накидом 4 штуки затем идут два простых столбика с одним накидом и и два выпуклых столбика с одним накидом одну косу я провязала дальше у меня два простых столбика с одним накидом вы тоже также ориентируйтесь на схему которую вы видите перед собой эти все столбики на ней также указаны в косе это у меня получается третий ряд именно в схеме и дальше у меня повторяются коса вот так же эти столбики повторяются во втором рапорте в третьем между ними простые столбики затем также столбики спинки у меня простые столбики с накидом и здесь коса у меня также повторяется по рапорту вы ориентируйтесь здесь на третий ряд также три рапорта косы и в конце ряда у меня идет шахматный узор рельефными столбиками и это получается у меня уже по счету будет провязан восьмой ряд дальше следующий девятый ряд с изнаночной стороны я буду провязывать так же как седьмой в схеме это у меня будет четвертый ряд у меня уже провязана 9 рядов и дальше я уже буду повторять узор косы начиная с шестого ряда где у меня было перекрещивание по девятый ряд то есть шестой седьмой восьмой девятый дальше у меня десятый ряд пойдет и я буду провязывать именно узор косы так же как я провязывала вот здесь в шестом ряду то есть я сделаю вот такое перекрещивание и затем уже повторю седьмой восьмой и девятый ряды после десятого и вот этот вот узор который у меня провязывается по краям булочек он у меня тоже продолжается то есть здесь у меня просто идет чередование в шахматном порядке выпуклых и вогнутых столбиках и так я буду продолжать вязать свой кардиган в высоту длиной примерно 50 сантиметров точно сказать не могу возможно и больше свяжу то есть при выборе длины я буду ориентироваться на расстояние от центра груди до желаемой длины так как вырез на горловину по полочкам у меня будет начинаться от центра груди я связала 50 сантиметров кардигана в высоту измеряла я вот именно в этом месте где у меня вывязаны косы от самого низа до вот этого места по спинке кардиган получился немного длиннее потому что полочки немного стягиваются за счет узора за счет кос и количество рядов не считая резинки по спинке я считаю ряды от резинки вот от этого места и до верха у меня 50 теперь я начну делать скосы по горловине на полочке то есть вот сюда мне будет уходить скос и вот с этой стороны вот сюда то есть я буду вывязывать горловину на полочке делать убавки вначале и в конце ряда делать убавки я буду в каждом втором ряду беру крючок 2 воздушные петельки в начале ряда я уже провязала теперь разворачиваю вижу с обратной стороны и сразу буду убавлять один столбик в начале этого ряда у меня идет первый выпуклый значит следующий будет вогнутый я начинаю его вывязывать вытягиваю петельку накид провязываю 2 петли до конца дальше не довязываю делаю накид следующий у меня выпуклый также начинаю его вывязывать вытягиваю петельку накид провязываю 2 петли теперь у меня три петельки на крючке делаю накид провязываю все три петли на крючке вместе получается я убавила один столбик и вот здесь вначале у меня было 2 воздушные петельки для подъема дальше я вяжу весь ряд не довязывая до конца три последних столбика довязала до конца ряда у меня осталось 1 2 столбика и 2 воздушные петельки это как бы третий столбик теперь я делаю убавку делаю накид и вот в этот выпуклый столбик начинаю провязывать вогнутый вытягиваю петельку провязываю 2 петли на крючке не довязывая его до конца делаю накид и в следующий вогнутый у меня я провязываю выпуклый но также не до конца вытягиваю петельку накид провязываю 2 петли делаю накид и провязываю все три петельки вместе здесь у меня остается две петельки я делаю накид и провязываю в них полустолбик с накидом как обычно провязывала их в конце ряда получилось у меня также 1 убавка в конце ряда дальше я делаю 2 воздушные петельки для начала ряда разворачиваю и следующий ряд 2 я его буду считать потому что здесь у меня начались убавки я просто провязываю как обычно без убавок то есть вывязываю все узоры которые у меня есть и провязываю до конца но смотрите как мне провязать первый столбик здесь же у меня убавка и два из них провязаны вместе я провяжу его как вогнутый почему потому что после него у меня идет вогнутый вот этот я должна буду провязать и сюда выпуклый значит сюда я провяжу вогнутый довязала я ряд до конца и провязываю теперь выпуклый столбик в предпоследний столбик предыдущего ряда это в тот где у меня была убавка и в конце воздушную петельку вставляю крючок и провязываю полустолбик с накидом это у меня ряд без убавок в следующем ряду я опять повторяю убавки делаю 2 воздушные петельки убавки буду делать точно также первым начинаю провязывать выпуклый потому что в предыдущем ряду здесь у меня был вогнутый не довязывая его до конца следующий вогнутый также не довязываю до конца и все три петельки провязываю вместе у меня получилось убавка и дальше я вижу ряд как обычно все узоры провязываю и в конце ряда я буду делать такую же убавку но там уже буду смотреть по узору какие у меня столбики то есть три столбика я не довязываю до конца затем два из них я провязываю вместе и в конце провязываю полустолбик с одним накидом затем уже когда я довяжу этот ряд с убавками это уже второй ряд с убавками после него я провяжу один ряд без убавок затем опять ряд с убавками и еще один ряд без убавок то есть получается у меня будет провязано 56 рядов от резинки то есть резинку я не считаю и у меня будет 56 рядов легко считать по спинке пропускаю резинку и вот эти вот ряды со столбиками с накидом я считаю будет 56 и дальше уже перейду к вывязыванию отдельно спинки и полочки буду формировать проймы у меня получилось убавлено с каждого края борта по три столбика и теперь я буду переходить к вязанию отдельно полочек и спинки и у меня будет оставлено место куда я буду потом ввязывать рукава но при этом я буду продолжать делать убавки по краю борта то есть вот здесь на этой на второй полочке делаю две воздушные петли убавки я делаю в каждом изнаночном ряду с лицевой стороны я просто провязываю ряды без убавок получается в каждом втором ряду разворачиваю и точно так же я делаю убавку у меня будет выпуклый столбик первый я его не довязываю до конца следующий вогнутый тоже не довязываю и 3 петельки вместе дальше я провязываю этот ряд только на полочке вот здесь у меня идет узор шахматном порядке вот здесь у меня косы вот они с лицевой стороны я их также провяжу как у меня положено в этом ряду и после кос я провяжу всего два столбика с накидом провязала я вот эти петельки я вам показываю просто с лицевой стороны провязала косы с изнанки провязывала и вот эти два столбика с накидом после кос это у меня полочка полочку буду вязать отдельно и при этом я продолжу делать убавки и делать я их буду до тех пор пока не убавлю все вот эти столбики, которые у меня приходятся на шахматный узор. Здесь перед косами у меня также есть два столбика с одним накидом. Убавлять я буду вот эти. Когда я дойду до вот этих, я их оставлю и убавки прекращу. И сколько же рядов полочки отдельно от спинки мне нужно связать. У меня обхват груди 92, я делю на 5. И обхват груди я взяла без прибавки. У меня получается 18,4. Четверку я убираю, беру 18 и теперь измеряю сантиметровой лентой сколько же мне рядов нужно связать. Прикладываю ленту. У меня получается, что в одном сантиметре один ряд. Вот мои 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 рядов у меня укладывается в 18 сантиметров. Значит, я должна связать в высоту 18 рядов. Один ряд я уже провязала, то есть провязываю еще 17. И насчет убавок я вам уже рассказала, до какого момента я их буду делать. После того, как закончу делать прибавки, продолжу вязать просто прямыми обратными рядами. У меня будет оставаться вот здесь два столбика. Один из них будут воздушные петельки. Три воздушные петли, столбик косы. Здесь также будет один столбик и три воздушные петельки. Это когда будет подъем с этой стороны. И в 18 ряду я посчитала, у меня должно быть вот это перекрещивание. Его я делать не буду, а просто провяжу столбики по узору, чтобы у меня вот в этом месте плеча не было стягивания. Одна половинка полочки моей готова. У меня связано 18 рядов. Ряды я считала по вот этим крайним столбиком. И вот здесь у меня закончились убавки. Получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов. До верха у меня было уже без убавок. И до вот этого места я делала убавки. Вот эта часть у меня идет с убавками. На этом я должна завершить. Я провязываю еще одну петельку. Ее нужно будет затянуть. Теперь отмеряю пряжу примерно в три раза длиннее, чем мое плечо. И оставляю этот кончик для того, чтобы потом мне выполнить плечевой шов. Теперь я перехожу к вязанию спинки. И у меня последний ряд на спинке провязан с лицевой стороны. Здесь вот такие косички. Поэтому вязать я ее начну с изнаночной стороны. Я перевернула ее к себе изнанкой. Сразу в первый столбик после полочки я вставляю крючок. Захватываю пряжу и провязываю 3 воздушные петельки для подъема. И буду провязывать просто столбики с одним накидом. Как я уже говорила, не доходя 2 столбика до кос. То есть вот до этого места. Вот эти 2 столбика я не провязываю. Вот до этого места я довязываю столбики с одним накидом. Затем я сделаю также 3 воздушные петельки для подъема. Развернусь и буду вязать в обратном направлении. Вот до этого места. И так я буду вязать 18 рядов. И затем также сделаю 1 воздушную петельку. Затяну ее. И кончик пряжи я уже длинным оставлять не буду, потому что я их оставляю на полочках, чтобы сделать плечевые швы. И вот таким образом я вяжу спинку. При этом кончик вот этот пряжи я буду ввязывать. Я связала спинку. И осталось мне довязать вторую полочку. Ее я буду начинать вязать также с изнаночной стороны, с той, потому что последний ряд у меня был провязан с лицевой. Я перевернула мой кардиган и начинаю вязать. Первый я вставляю крючок, захватываю пряжу и провязываю 3 воздушные петельки. И провязываю 1 столбик с накидом. Дальше у меня идут косы. Я провязываю узор косы. И также я продолжаю делать убавки. Вот здесь делала я их с изнаночной стороны. И так как я сейчас на изнаночной стороне, то я полочку не довяжу до конца. 3 столбика. Сделаю убавку. 2 вместе провяжу. И полустолбик с накидом в конце. Затем следующий ряд я уже провязываю без убавок. И так я вяжу убавку в каждом втором ряду. Буду продолжать вязать, пока не убавлю все вот эти вот столбики, которые у меня рельефные, в шахматном порядке. Так же, как на той второй полочке. У меня останется перед косами 2 столбика с одним накидом. И свяжу я на этой половинке точно так же 18 рядов. Я наконец-то закончила полочки и спинку вместе. И мне осталось соединить плечи и связать рукава. Одно плечо я уже соединила. На мой взгляд, очень даже прекрасно получилось. Это лицевая сторона. Вот это изнаночная. То есть, вот это у меня сам шов. И сейчас на примере второго плеча я покажу вам, как это сделать. Я вставила пряжу в трикотажную иглу. И теперь совмещаю края проймы. Это у меня перед, это спинка. Складываю их изнаночными сторонами друг к другу. И начинаю соединять. Так как у меня нить идет от полочки, то иглу я сначала начинаю вставлять в столбики на спинке. Первая у меня идет 3 воздушные петельки. Вот я вставляю иглу в самую верхнюю петельку. И вот сюда я продеваю иглу под стеночки первого столбика после воздушных петель. И протягиваю пряжу. Нужно затягивать, чтобы шов не получился слабым. Возвращаюсь к переду. Здесь я никуда иглу не втыкаю. Снизу подвожу и втыкаю ее как бы между столбиками. Но под вот эти стеночки. Я получается вставляю между вот этой перемычкой и стеночками столбика. И протягиваю пряжу. Подтягиваю. Дальше возвращаюсь к спинке. Вставляю иглу под вот эти стеночки. И на следующем столбике под стеночками я вывожу. Протягиваю. И здесь второй столбик. Также под одни стеночки и под вторые. И вот так вот я делаю весь шов. Сначала захватываю один столбик на спинке. Затем следующий на полочке. И вот так вот. Пока я не пройду все столбики. Если я не ошибаюсь, шов этот называется трикотажным. Его очень часто используют при соединение деталей изделия вязаного. Плечи мои готовы. И теперь я перехожу к рукаву. Начну я получается с правого рукава. И начинать я буду вот от этого места. Это не с проймы. Начинать я буду со спинки. И вставляю крючок вот в этот вот столбик. Вот сюда. Беру пряжу. Кончик ее оставляю. Его я буду ввязывать в край. Захватываю пряжу. И провязываю 3 воздушные петельки для подъема. Обвязывать я буду столбиками с одним накидом. И весь рукав у меня тоже будет из столбиков с одним накидом. Делаю накид. И вот это у меня идет столбик с накидом. Вот здесь он у меня соединяется с воздушными петельками уже следующего ряда. Вот здесь. Значит я крючок вставляю в серединку столбика. Просто протыкаю вот так между нитями пряжи. Вставляю крючок. Захватываю рабочую нить. И провязываю столбик с накидом. Дальше делаю накид. Теперь вставляю крючок вот в это место, где у меня идет соединение вот этих воздушных петель и столбика нижнего ряда. Вставляю здесь такое отверстие, вытягиваю петельку и провязываю столбик. Делаю накид. Дальше вставляю серединку накид. Вот это соединение. Я в него вставляю крючок и также провязываю столбик. И вот таким образом я набираю эти столбики, чтобы вязать рукав. Провязала я все столбики и после воздушных петель у меня получилось 73 столбика с накидом. И теперь я крючок вставляю в верхнюю в третью петельку воздушную и провязываю соединительную петельку. У меня провязан первый ряд. Дальше я делаю 3 воздушные петельки для подъема. И вязать я буду так же как и сам кардиган прямыми обратными рядами. То есть я разворачиваю и провязываю все эти столбики в обратном направлении. Просто без убавок. Провязываю 3 ряда. Теперь в начале 5 ряда я буду делать убавку. Сделала 3 воздушные петельки для подъема. Развернула. Сделала накид. Вставляю крючок в первый столбик предыдущего ряда. Вытягиваю петельку. Провязываю 2 петли. Накид. Следующий столбик. Вытягиваю петельку. Провязываю 2 петли. Накид. И теперь все 3 петельки вместе. Я убавила 1 столбик. И дальше я довязываю ряд до конца просто столбиками с одним накидом. Дальше 6, 7, 8 и 9 ряды я просто провязываю столбики с одним накидом прямыми и обратными рядами. Затем в 10 ряду я также в начале, как и в пятом, сделаю 1 убавку. И так я буду продолжать вязать. Делаю убавки уже после 10, 15, 20, 25, 30 и так далее рядах. И буду вязать рукав до нужной мне длины. Я связала рукав длиной почти 41 сантиметр и рядов у меня тоже 41. Теперь я буду делать убавки, так как рукав у меня достаточно широкий. Вот можете посмотреть по отношению к руке. У меня в 41 ряду 66 петель. Делаю 3 воздушные петельки для подъема. Разворачиваю. И в следующем 42 ряду делаю убавки. Следующих 2 столбика я провязываю вместе. Делаю убавку. Дальше провязываю опять столбик с накидом 1 и 2 столбика с накидом вместе. То есть я убавляю. опять столбик с накидом. И 2 столбика с накидом вместе. Убавка. И вот так я довязываю ряд до конца. Следующий 43 ряд. Я делаю 3 воздушные петельки для подъема. Разворачиваю и просто провязываю ряд из столбиков с одним накидом. Делаю 2 воздушные петельки для подъема. И провязываю сначала выпуклый столбик. Затем вогнутый. Провязываю с лицевой стороны. Разворот я не делала. Затем опять выпуклый и вогнутый. Так вяжу до конца ряда. Следующий ряд шахматного узора. Делаю 2 воздушные петельки. И теперь уже первый столбик у меня будет вогнутый. Затем выпуклый. Опять вогнутый. Выпуклый. Это уже второй ряд узора. И всего я их буду провязывать 5-6. Я довязала рукав. По манжете я говорила, что провяжу 5-6 рядов. Но провязала я 4 ряда узора. Решила, что больше будет как-то смотреться не очень. Но это на мой взгляд. Если вы хотите, вы можете провязать манжету побольше. Она у вас будет пошире. Мне этого оказалось достаточно. И после того, как я закончила вот этот рукав, я связала второй. Он у меня связан абсолютно точно так же. Но вязать я его начинала со стороны полочки. Вот от этого места. Точно так же я набирала столбики по краю, как и по этому рукаву. Длина, количество рядов, убавки. Все точно так же, как и в том рукаве. И на этом кардиган мой готов. Я его уже постирала, отпарила. Вот такие косы получились красивые, ровные. Он стал мягкий. Форма у него стала ровная. Уже не затягивают вот эти вот части. То есть горловина. И края бортов тоже уже не так затягивают. Все выровнялось. Все стало красиво. Расход у меня получился 600 грамм. То есть у меня ушло ровно 6 мотков. Там осталось буквально малюсенький-малюсенький моточек. Не буду его вам показывать. 6 мотков на этот размер вам понадобится. Надеюсь, что мой мастер-класс для вас будет полезен. Если вы будете вязать такой кардиган для себя или, может быть, для мамы, подруги, сестры, напишите обязательно мне об этом в комментариях. Я хотела бы знать, нравится ли вам такая модель кардигана или, может быть, что-то вас не устраивает в ней. Если будете вязать, обязательно поделитесь фотографиями в моей группе ВКонтакте. Либо вы можете мне их отправить в Директ, в Инстаграм. Ссылочки вы сейчас видите на экране. Также активные ссылки я оставлю под видео. На этом я завершаю свой мастер-класс. Хочу сказать вам спасибо, что вы досмотрели его до конца. И огромное спасибо, если вы будете вязать этот кардиган. Мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны. Нажимать пальчик вверх или вниз, смотря какое впечатление оставила у вас видео. Но надеюсь, что все-таки хорошее. Ну и пока-пока. Увидимся в новых мастер-классах.